так всем привет снова мы на природе снова трансляция идет на прекрасной нашей российской природе вас это должно радовать и я сегодня хочу не отвечать на вопросы не обсуждать какие-то насущие темы насущные темы я хочу сегодня просто по мечтать до сделать такой вот так вернее не сделать он уже есть соответственно есть уже определенные вопросы но я хочу на них отвечает не совсем серьезно по крайней мере не на все и сделать сегодня такое вот настроение чтобы у кого его нет сейчас на данный момент она появилась кстати у нас сегодня очень хорошая погода конечно ветерок имеется я надеюсь из-за него меня не будет слышно плохо и опять да я в очках я надеюсь вас напрягать это не будет потому что светит солнце и мне отсвечивает солнце от всяких приборов и от техники и они мне очень помогают чтобы как-то сфокусироваться они не от зрения ничего но по крайней мере мне не бьет никакое освещение в глаза так ну соответственно вопросики что ты они то открыла я надеюсь нам сегодня с вами будет интересно вообще проводить этот тег я надеюсь у вас также поднимется настроение как и у меня потому что я до этого немножко так как-то загрустила каких причин для этого нет грустить но бывает такое бывает люди уже все люди правильно и у всех всегда бывает такие бывают такие жизненные этапы моменты когда вроде бы и все хорошо но чего-то не хватает и вот вы ищете ту изюминку которая вот вам нужна но пока вы в поиске нужно как-то отвлекаться на некоторые моменты да вот сейчас я решила отвлечься на тег тег этот называется если бы я если я не ошибаюсь у меня сейчас упадет камера так и да этот тег мне посоветовала сделать таша наташа девушка с которой я общаюсь девушка блогер и она недавно делала сама этот тег и мне он очень понравился были такие каверзные прикольные вопросы я оставлю канал таша наташи в инфобоксе если что заходите мы не против вообще как бы не против так и давайте наверное перейдем к вопросикам их всего 15 поэтому поехали и если бы у меня была фабрика первый вопрос то чтобы я производила я бы наверное производила счастье потому что без счастья в жизни не бывает счастливых людей как мы знаем без счастья мы опять же начинаем грусти и депрессировать нам нужно счастье конечно не обязательно чтобы мы были счастливы каждый день и всегда но я бы его производила побольше 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 и наверное она была бы не 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 бесплатным а для того чтобы его получить нужно было бы сделать наверно что-то хорошее чтобы тебе вернулось это в качестве счастья вот так вот пасек у нас если бы я была режиссером то чтобы я снимала я бы наверно снимала фильмы основанные на реальных событиях потому что вот именно это меня очень привлекает знаете когда смотришь любой фантастический какой-нибудь фильм либо комедию либо драму мелодраму ужасы фантастику неважно любой жанр фильма который ты смотришь особенно тот который ты любишь ты всегда почему-то вот в какой-то момент задумываешься о том чтобы блин может быть реально такое бывает в жизни такие вот ситуации там какие-то либо еще что-то или там вода комедию смотришь вода реально высмеивают жизненные какие-то моменты и случая поэтому когда ты потом включаешься до в реальности ты понимаешь что это выдуманные события ну большая часть из них тебя как то это ну допустим меня я говорю сейчас за себя до меня немножко это как-то не заставляет грусти да ну как-то осаждает да и уже нет такого вот вдохновения нет такого уже в вырвение вдохновения с которым ты начинал смотреть этот фильм либо эти все события прыши произошедшие в общем мне очень нравится вот именно фильмы основанные на реальных событиях но не автобиография какая-то не просто рассказывать про какого-то там персонажа допустим мне нравится фильм основанный на реальных событий событиях которые я недавно посмотрела это теория всего фильм советую очень посмотрите если вы любите тоже фильмы основанные на реальных событиях мне очень понравился этот фильм он такой чувственный такое вот именно знаете такая энергетика в нем что я вот на протяжении всех там сколько два или три часа я просто на протяжении всего этого фильма была под таким напряжением вот просто знаете как будто начала смотреть фильм вдохнула и вот в таком напряжении просидела весь фильм и в конце только выдохнула вот у меня было вот именно так поэтому я вам советую очень посмотреть этот фильм те вопрос третий вопрос чтобы я изменила в стране будь бы я президентом я конечно побоялась бы это озвучить нет но на самом деле будь бы я президентом я бы наверное однозначно знала что нужно изменить в нашей стране да но так как я не являюсь президентом я не могу ответить на этот вопрос потому что я не нас не столь углублена в какие-то вот эти вот отдельные моменты я могу сказать да я бы повысила пенсии там всем старичкам да я бы там на детей больше денег выделяла в медицину там еще чего-нибудь но мы-то не знаем всех нюансов правильно потому что одно от другого зависит и мы не можем говорить что давайте улучшать только вот это остальное пусть загибается правильно поэтому это очень сложный вопрос и на этот вопрос может только ответить сам путин рус если бы я была доктором то каким наверно хирургом я так знаете подумала какие-то вот ухо-гурлонос там я не знаю невропатологи знаете это тоже нужно но именно хирург это мне кажется почетно не в плане круто там или я не знаю еще чего-то а в плане почетно потому что от хирурга зависит можно сказать жизнь человека да поэтому вот это то к чему нужно стремиться и делать качественно и хорошо у нас это с какими блогерами я бы общалась если бы была такая возможность ну наверное я бы хотела с истане анной пообщаться потом с лиза у нейр кейт клап да потом робина худина если я вообще правильно произнесла потому что всегда как-то любят перековеркать ее ник женя гейн какие еще мария вей в общем со всякими знаменитыми блогерами я бы хотела пообщаться хотела бы наверное и дружить но это не то к чему опять нужно стремиться да давайте мыслить приземленно у каждого есть свой уровень и на этом уровне вы должны радоваться и быть довольны именно тому что у вас есть на данный момент а дальше уже будете опять также мыслить и как бы радоваться тому наравне чего вы являетесь вот лучше сказать так но у меня есть допустим девчонки сейчас вот мы на одном уровне на таком да мы не какие-то знаменитости девчонки тоже блогеры с которыми я общаюсь и я рада этому общению и нисколечки это не заставляет меня скучать и думать блин а вот в их не тусовки там лучше чем у нас да круто я за них рада но у нас есть своя тусовка и я думаю мы не хуже так 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 кого бы я шестой вопрос кого бы я кусала если бы была собака вообще конечно вопрос такой да ну наверно кусала бы злых людей и чтобы после моего укуса они не делали до 40 уколов и мне приходилось лечиться долго и нудно я бы хотела чтобы эти злые люди становились после моего укуса добрее так же поступали с другими людьми наверное вот вот так вот нужно нести добро наверное я задумаюсь над этим вопросом потому что это эффективно было бы вас если бы у меня была возможность уехать куда-то в какой город бы я уехала и осталась или осталась бы дома но опять же я повторюсь нет определенного места где бы я хотела быть мечтать тоже я не мечтаю я вам хочу сказать так я мечтаю найти то место где мне будет комфортно где будут именно те люди будут меня окружать которые приносят мне счастье радость и я также им в отместку и вот это будет мой дом и это станет моим домом на самом деле и это будет то место где бы я хотела оказаться просто чтобы я делала дома если бы была домохозяйкой ну наверное если бы я была домохозяйкой то это было бы только в одном случае если бы у меня была семья да у меня был бы любимый человек и были бы дети да ну на самом деле если рассматривать этот вариант то тогда я бы растила и воспитывала детей занималась бы может быть каким-то самообразованием если бы я на тот момент питала бы слабость к ютюбу я бы занималась ютюбом да и даже если бы не занималась ютюбом все равно имела бы какой-нибудь хобби ну и занималась также домашним каким-то уютом что-нибудь мудрила бы и наверное готовила что-нибудь как и все в принципе я сейчас назвала большую часть женщин которые занимаются этим каждый божий день женщины вам памятник при жизни нужно поставить потому что это не легкий труд и те кто говорят что не работающая женщина которая сидит дома это неправильно и она не работает она ничего не делает эти люди ошибаются потому что она делает пока вы сидите в офисе и печатаете три страницы она сделала уже кучу кучу дел и даже кому-то привнесла счастье в жизнь вопросик у нас если бы я была спортсменом то каким спортом бы я занималась наверное это был бы бег не потому что я от недавних пор начала бегать потому что я и раньше этим занималась я и раньше бегала сама я даже когда не ходила ни в какие спортивные секции я все равно бегала потому что жила возле моря и знаете такое крутое время было на тот момент я ценила это время но сейчас как-то ценится она намного больше именно воспоминания ценятся больше потому что я вспоминаю этот вид на море да когда ты бегаешь по песку когда ты потом ныряешь холодную воду да это конечно было круто если бы я была волшебником какое волшебство я творила да это конечно вопрос по мне я бы наверно сделала бы так чтобы бабушки и дедушки ни в чем не нуждались на старости лет они все-таки заслужили спокойно жить и ни в чем не нуждаться и сделала бы мир без воин чтобы люди нашли что-то другое в чем можно соперничать но не создавать войны и не не злить народ в общем я скажу так если бы я была злодеем то какое бы я зло творила я бы наверное на зло делала бы добрые дела и и тем самым бесила бы людей которых которым это не нравится потому что есть люди даже в нашей жизни сейчас не в волшебном мире каком-то есть люди которых это бесит когда слишком добрые люди как мне некоторые говорили в глаза что слишком ты уж добрая наверное это все просто вот оболочка которую ты делаешь которую ради которой я пытаюсь показаться кому-то лучше я даже наблюдаю за некоторыми людьми здесь даже ступина когда открываешь бабушки какой-нибудь дверь либо помогаешь там что-то пронести помочь как-то люди окружающие на это так смотрят типа нашла как типа выставиться господи у меня просто ну вот в отместку такое вот состояние хочется сразу плюнуть в лицо нет на самом деле я так не делаю никогда и мысли бывают всякие честно бывает просто иногда смотришь на некоторых дебилов и думаешь блин опять я начинаю плохом нет все проехали если бы я нашла труп своего врага чтобы я с ним сделала добила бы наверное нет ну судя потому что я только вот недавно говорила наверное бы добила но нет на самом деле я бы наверное вызвала бы скорую хотя скоро уже наверное ничем бы не помогла в общем как-то больницу бы отвезла если бы у меня были бы вообще какие-то сверхспособности то я бы его воскресила оживила ничего за это вообще бы не просила каждый должен жить на этом свете только иметь мозги и жить по уму и по совести если бы я получила 1 миллион то на что бы я его потратила да хороший вопрос на самом деле я бы потратила на всех нуждающихся я бы потратила на детей сирот я бы потратила на опять же бабушек дедушек на инвалидов именно эти люди в них и нуждаются так и предпоследний вопрос если бы я была животным то каким именно наверное собакой только порода у меня была бы немецкая овчарка потому что я их обожаю и у меня в детстве была такая я ее просто обожала и любила и это самые умные по моему мнению собаки вопрос если бы я была едой то какой именно бы наверное перцем чили так как не всем он по вкусу и только самые такие истинные такие вот с выдержкой люди могут потягаться и попробовать перец чили вот у меня в жизни все именно так и бывает многие может быть и обидится но честно вот из всего круга общения который у меня был только самые стойкие могли со мной общаться и понимали меня потому что большая часть окружающих завидовать начинала большая часть ненавидеть начинала опять же за мою какую-то наивность доброту простоту даже где-то и все считали что это настолько наигранно и не неестественно хотя я не знаю что неестественного доброта да наверное в нашем мире сейчас это так неестественно не дай бог вообще быть добрым в этом мире что можно сказать вы получаете за доброту даже к этим людям потому что не не сразу вы можете понять что вот этот человек он сделает тебе плохо рано или поздно поэтому да если вы еще не стали добрым человеком но очень хотите то будьте готовы к самому худшему так как я знаю о чем говорю сейчас стримота прям сейчас стримота прям сейчас такое ощущение что из-за вот этого вот дерева сейчас вылезет кто-нибудь и что-нибудь не сделает нюх в но